Привет, Ютуб! Привет, все наши подписчики! Ребят, сегодня второй день нашего пребывания здесь, в Кедукин, Камчатке. Сегодня у нас будет опять тур на гидроциклах. Напоминаю, кто хочет это попробовать, всем рекомендую, потому что квадроциклы, снегоходы, мы это уже все прошли. А вот гидроцикл только начинается, здесь ребята делают прям мега-бомбические туры. Кто не смотрел, смотрите, там до этого у нас серии, подписывайтесь на нас в Инстаграм, Вконтакте, в Телеграме. Мы теперь есть вообще везде на Дзене, чтобы нас не упустить, а то просто, я так понимаю, там с Ютубом будет скоро какая-то проблема, но даже если вдруг ее не будет, мы все равно везде есть, так что смотрите. Давайте по вчерашнему дню. Значит, теперь я могу вам точно на 150 процентов прямо рассказать, что нужно брать с собой. Нужно брать с собой теплые вещи, то есть это утепленное какое-то утепленное термобелье, флисовый костюм обязательно, тапочки, тапочки обязательно, все остальное вам здесь выдадут. То есть Кедукин Камчатка подготавливает вас полностью, шапка, чтобы у вас была, очки, чтобы были, очки желательно, чтобы у вас были с такой штучкой, чтобы они не отлетали, потому что вчера мы ехали, у меня очки слетели, хорошо чуть не потеряли, но все обошлось. Вот, сегодня у нас будет лайтовый день, сегодня у нас прям будет по лайту, мы сегодня едем на какую-то речку. Вчера было сложно, честно вам могу сказать, было сложновато именно прыгать по этим волнам, но потом, когда мы уже привыкли, вот вы знаете, вот это вот послевкусие вот этого всего, это просто вообще космические чувства. Я, честно могу тебе сказать, я, наверное, хочу опять попрыгать по волнам. Вы представляете, то есть, если вчера я ехал, уже все такое, прям уже до меня тошнило. А Марину вообще там где-то блевало, где-то все-все в океане. Я их за это отдельное спасибо, потому что это единственный момент, когда мне очень понравилось, что она блевала, потому что нас тут же высадили на берег, и мы пошли пить чай. Это было просто вообще, это было изумительно. Какая здесь рыбалка, для тех, кто любит рыбу, это просто вообще фантастика. Обязательно сюда приезжайте, потому что 5 минут, каких-то 5 минут, и здесь просто кишит эта рыба, я закинул, тут же выловили все. Я вчера просто уже не мог снимать, я вчера был под таблетками этой Волна моря или как там, ну как ручка, авиаморе, да, дали мне, чтобы мне не тошнило. Ну, а в принципе, все остальное прям мега офигенно. Вот меня прям эмоции переполняют, я не знаю, как вам это все передать, но мы приедем сейчас на пирс, и я вам все еще разочек покажу, расскажу. Памперс, кстати, памперс это прям мега офигенная вещь, в старости все будете пользоваться, поэтому я решил попробовать в молодости и не пожалел. Кать, ну что, как тебе путешествие? Ну, то есть все замечательно, да? Ну и тут же мы переходим вот к нашему командору Константин. Константин, здравствуйте. Костя, мы как раз здесь сейчас сидели, как это называется у вас здесь, лобное место, да, насколько я понимаю, обсуждаем вчерашний, вот вчерашний день. И пришли к выводу, а нельзя ли было сделать побольше нам остановок, чтобы все-таки люди первый раз... Вообще, помнишь, мы планировали на песке и домой? Ну, на два часа вообще на самом деле планировали, а вчера мы проехали... На пушистичке и домой. А вчера сколько часов у нас? Часов у нас сколько? Восемь, да, по-моему, полуня? Восемь часов мы вчера были. С того момента, как мы проснулись? Нет, с того момента, как мы вышли на воду. В 11.20 мы вышли. Проснулись. Во сколько мы назад так вышли? В 7. В 7 утра. В 7. А вернулись во сколько? В 11. В 11. Сколько мы были с вами? В 12. Понимаете, какое дело? В 12 часов. А почему такое случилось? Знаете, почему? Потому что мы все соскучились по погоде, по хорошей. Это вы соскучились? Понимаешь, вот надо о таких людях, как ты, рассказывать, потому что на таких людях вообще держится квадромир, вообще все держится на таких людях. Ну, квадро не знаю, но... Снегоходный мир, квадроциклетный мир, гидро теперь мир. Да, гидромир все же и держится на таких людях, как ты. Поэтому это же здорово. Вот ради этого... Он был, а теперь стал более доступен. Да, согласен. Посмотри, какую ты базу построил для людей. Это же прям вот в этих источниках вчера ребята вообще сидели. Кто-то после этого говорит то, что что? Шея прошла. Вообще ничего не болит. Шея прошла. Куда прошла? Куда она ушла сначала? Боль прошла. Да, вообще ничего. Была боль, боль была? Да, да, ну, вчера, потому что мы катались. А если было больше остановок, боли бы не было. Да. Ну, вот видишь. Мы вообще никуда не доехали. Ну, как высадиться? Ну, берег океана прибой. Да нет, гость, вообще, у меня вопрос. Мы каждая возможность использовали. Сегодня другой ветер. И по ветру, и волнение, соответственно, от ветра волна. Пусть не будет зыби океанской крупной, но вот эта мелкая битая волна. В общем, нам все будет понятно в конце нашего с вами путешествия. Что мы делаем не так, вы нам скажете. Блин, молодцы. Ребята, спасибо, что вы нас... Не-не-не, в тебе даже... Вот туда, и потом, и в первый день. Как правильно вчера сказала Катя, как правильно она вчера сказала, что ребята даже не допустят, да, Катя, как ты правильно вчера сказала, что они даже не допустят от этого геморроя. Я вчера вообще плохо помню. Да, они предотвратят, не допустят проблем, которые с нами могут произойти. Берегут нас заранее, опережают. Сергей Иванович, гидросикл Сергея Ивановича в сервисе находится. А, опять угорел он, короче, да? Ну да, это попозже немножко. Ну, что-то... Перед выпиской. Нет, вчера пахло очень сильно. При перевороте гидросикла там что происходит? Это четырехтактный двигатель. И там право-лево, что-то его там можно, нельзя. В общем, долгая история рассказывать не буду. Ну, масло куда-то там залилось в какую-то трубу выхлопную. Система выхлопа. И давай что-то там гореть. Сколько масла вылилось, куда оно там подевалось. Ну, в общем, да, надо. Специалисты. Вот такой вот вид у Сереженьки. А Сережа молодец. Красивый? Ну, вообще, самый лучший. Очки, кстати, офигенные у тебя, Сер. Вообще, очки просто. Мы бы и не преодолели половину пути. Все взять с собой удостоверение водительское. А меня не знают уже. Они меня знают. Я вчера с ними познакомился. Все снабжение перед выездом проверить, чтобы у каждого был якорь. У кого не было якоря? У нас. Вот. Чтобы у каждого был якорь. Мы даже не знали, что он нужен, оказывается. Но теперь мы уже знаем. Ракеты. Три красных и четыре фиолетовых. Отлично. По дороге купим заедем ракетницы? У нас все есть. Да. А чтобы пошлить. Все, что укомплектованного. Чтобы все было. Я даже ему не покажу. Тянуть, застегнуть. Это очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы сейчас здесь остановились. Знаете же что? Меня так прибило сходить в туалет. Я даже пришлось вот это все снимать. Короче, останавливаться. Это какой-то ужас. И вот они стоят, ждут. Потому что вам не надо снимать. Смотри, смотри, как офигенно. Просто мега офигенно. Ребята, еще хотим вам показать вот такой баф от Финтрейла. Это просто какая-то сказка. Это не... Это прям специальная штука, чтобы вот путешествовать вот для таких вот мероприятий. Это просто супер. Вот здесь вот написано, видите, Финтрейл, все дела. Ну, давай, поделись своими впечатлениями. Самое главное, что тепло. А это должно быть самое вообще просто главное. Как тебе костюм? Продувается? Нет, слушайте, не продувается, не промокает вообще. Причем вчера проверили его даже вот. Люди полностью выступались. Не промокло вообще ничего. Вот здесь держится шикарно. Благо вообще не проникает. Здесь то же самое. Поскольку мы уже ходим в воде, вообще ничего нет. Очень клевая шапка. В шапке она еще теплее была. На флисе. И сегодня я сделала полегче, но это прям очень клевое. Серега, ну что мы здесь стоим, Серега? Мы ждем прилив. Почему мы ждем прилив, Серега? Потому что это у нас такой тур. Ждать прилив. Вот парни не стали ждать прилив, просто потащили его вот так. Ну что, короче, ходим развлекаемся здесь. Это увлекательный был аттракцион. Он так еще никто не таскал, как я и он. Вот вы думали, для чего я катаюсь всегда с Натальей Юрьевной? Потому что вот она может вот так вот делать. Вот, девочки, вот видите? Наталья Юрьевна, Екатерина, Светлана. Что ты стоишь? Давай, девочки уже толкают. Как хочешь, тащи. Что здесь нету? Масюдин, встань туда, вовнутрь, вовнутрь встань. Надень на себя. Так что, Скидукин, Камчатка всегда вам найдет интересные приключения. Чем вам заняться? Просто посмотрите, где мы. Даже просто, а то, что застряли, хер с ним. Знаете, какие мега-бомбические места. Где-то посредине стоим. Океаном, море, я не знаю, что здесь. Над, возвращайся за мной, меня теперь тащи. Субтитры подогнал «Симон» Все, приехали. Разворачиваться! А почему все и приехали сюда? Потому что начали разворачиваться, мы же не видим, что ты застрял. Я увидел, когда у тебя вот здесь, вот, послай это, черное пятно, земля. Как скажешь. Да-да-да, я так и хочу сделать. И на этот сейчас зацепим. Два дня? Отбой! Я дал команду, как можно тащить гидроцикл. Только задом наперед. Вперед его тащить нельзя. Вы сейчас туда забьете. Полный импейлер. Назад! Назад! Да! Нет, туда! Ну где поглубже просто! Ну если мы оттуда приехали, поглубже там, Вась! Подожди, ну давай толкнем. Ну просто чуть-чуть, я хочу попробовать просто. Вот и все, е**. Все. Мне там место больше нравилось, Серег. Ну тоже. Там хоть посрать можно было. Я закайфовку и сделал, бля, Брохина-Волкина. У меня один вопрос сейчас. За чей счет банкет чистка импиллеров? Ну что, мы пытаемся сейчас как-то, видите, вот вроде, да, далеко от берега стоим, да? А здесь глубина всего 40 сантиметров. Пытаемся попасть сейчас вот обратно в эту же бухту. Подожди, где мелко-то? Мелко где? Там. А поедем-то туда. Если там мелко. Нет, давайте не поедем где мелко, а? Ну что, мы пытаемся сейчас как-то, видите, вот вроде, да, далеко от берега стоим, да? А здесь глубина всего 40 сантиметров. Пытаемся попасть сейчас вот обратно в эту же бухту. Ну что, давай попробуем или как? Ну вон Катька сама все, блин, все сама. Вообще просто. Кать, 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 покачай его, покачай. Покачала, да. Парни, парни, что случилось-то? Ну что было-то, расскажи мне, Кирилл. Серега, расскажи, как чинят вообще гидрики. Гидрики, чинят. В руках профессионала. И веревка, я помню это, да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Так, ну все, мы добрались до местного назначения, куда мы, в принципе, и хотели попасть. Хотели мы еще дальше попасть, но так как гидрик у нас чуть-чуть начал это шуршать. Сейчас мы пока здесь его подремонтируем, попьем чайку. Ну и, соответственно, поедем дальше. Сергей Иванович, как всегда, самый первый жрет икру. С колбасой. С колбасой, да. С колбасой, да. Вот на том берегу, кстати, тоже там человек прям при нас поймал огромную-огромную рыбину. Вообще прям огромная рыбина была. Ну, я думаю, что сейчас Саня Кирюха сейчас переплюнет его. Кому без масла? Мне. Положите эти крыши. Кому без хлеба? Мне тоже. Кому без масла? Мне. Слушайте, ребят, ну прям стол у нас прям мега офигенный. Здесь вот настоящая икра красная. Вообще прям свежая. Сыр, колбаска. Вообще просто прям стол жопу расчешешь. Вот прям серьезно вам говорю. Прям очень вкусно. Костя, вот расскажи, вот на том берегу стоит человек, он прям через каждые 30 секунд вытаскивает. Наши уже стоят полчаса и ничего не поймать не могут. В чем проблема вообще? Снасти разные, да? Я думаю, что проблема в том, что у этого человека огромный якорь, который называется смычок, потому что живодерка по большому счету. Живодерка, по-самому все слова, но не очень. Ну и очевидно, что заключено. Нет, кажется, нельзя рыбоваться. У нас-то не спортивное рыбовоство, однозначно. Костя, скажи, пожалуйста. Воду реку продаются, продают спортивное рыбовоство. А у нас лицензия есть. У нас лицензия есть. У нас услуга какая-то, это спортивное рыбовоство. Ну да, вот, да, раз, ребята, раз. Близости. Близости. Близости, Близости. Близости, Близости, Близости. Нахуй с нами. Вообще молодец. Близости. Ну да, он смотри, а он там вот перешел теперь туда, чтобы мы его не снимали. И он с вами прям раз. А почему он выкидывает рыбу? Самцов выбрасывает, самок собирает. А, у самок как раз икра. Вон, икра. Он хочет, наверное, заработать миллионы. А, вот оно в чем дело туда. А за это, где мы сроком. Он стал вон там, он теперь. А теперь сотни человек. Ладно бы это один был, два, три. Посмотри. А вот то, что сейчас мы проезжали водки, это вот это все... Все люди этим занимаются. Там еще есть какая-то есть снасть там, как-то, он типа забрасывает. И там вертолюги такие, ну, типа вот эти вот живодерки стоят. И рыба на нее натыкается. Слушай, а крабы-то вообще здесь есть? Здесь река пресная вода. Нету краба? Тогда пойдем узнаем, пойдем узнаем, откуда же взялся этот краб. Раз вода пресная. Есть особые места, называется крабовые. Крабовые. Опачки! Неожиданно! Неожиданно! О, боже! Кто же этот костер развел? Она. Не я. Кто же его развел, этот костер? На что можно? Это? Это рыба. Я не знаю. Это раки. Раки! Ах, это же раки! Точно! Вот здесь вот, кстати, на Камчатке вот такого размера раки. Чтобы понятно всем было. А надо по одному, да, варить? Нет, просто этот не доварился, он лежал в спер. Ну, ребят, ну что, давайте все как обычно. Все как на Камчатке, только в два раза лучше Камчатка варился. Все как на Кольском. Я говорю, как на Камчатке. Главное, что? Правильно. Главное, чтобы у вас был нож от Тениса Ульданова. И тогда все будет у вас хорошо. Вот так раз. Вот оно вот, мясо. Вот это вот. Вот берем вот так вот пальцами своими жирными. Сгребаем. И вот так потом так. Берем. Тонкие пальцы убираем из кадра. Да. Ну что, у нас гидрики уплыли, пока мы тут рыбу ловили. Пришлось бы. Вот в костюм. Для чего как раз хорош костюм. Вот этот вот костюм, да. Он раз-раз там красавчик просто-просто. Костер на реке. В реке. Ребята, посмотрите, какая красотища здесь. Просто вообще фантастика. Мы на гидросах вообще заезжаем куда-то туда, куда вообще не ступала нога человека. Я даже по-другому скажу, как в Новой Зеландии, мне кажется. Как будто вот там сейчас вылезут динозавры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Ну, это на самом деле, это прям мега бомбическое путешествие. Надо, поделись своими впечатлениями. Я бы сказала, это лучшее путешествие за сегодняшний день. Это что-то вообще невероятное, нереальное. По волнам прыгать безумно круто. Очень понравилось. Что бы не отбило там? Нет, я не очень классно. Я за тебя просто переживаю, серьезно. Нет, мне не надо. Мне не то, что понравилось. Это был прям какой-то вау. Вау. Ну, что скажете, господа? Ну, так-то неплохо. Ну, то есть, вот так добавила свой колорит все-таки, да? Да, вот это вот. Да, вот это получилось. Ну, что ты скажешь, Калюнь? Круто, да. На самом деле, круто, да. Сейчас вон Саня нам даст 360 еще. Вообще прям будет офигенно. Я думал, что сейчас Наталья Юрьевна, конечно, расстроится. Сейчас будет плакать, бить меня по спине. Блин, а она еще, это, давай, говорит, еще проедем, говорит, обратно. Давай туда и потом обратно. Давай, это на самом деле круто было. Ну, насколько я понимаю, всем понравилось. То есть, я переживал, что сейчас... Очень понравилось просто, вообще супер. Это было лучше. Вот, видите, какие дарят эмоции. У меня было страха такого. Потому что уже было все равно, да? Мы, ну, знали почти на 99%, что мы не доедем. И поэтому было все равно. Ну, на самом деле, вот прям кайфанули. Ну, давай так. Да, реально, очень кайфанули. Очень здорово. И самое интересное, что, да, вот я спрашиваю, это как будет проходить экспедиция? А никто не знает, как она будет проходить. Да, мы туда-то заходили, да. Потому что каждый день меняется погода, меняется ветер, меняется все. И даже сами ребята вам не смогут сказать, как это будет и что это будет. Каждый день это что-то новое будет для вас. И я думаю, эти эмоции, они будут просто потрясающими. Ну, а я могу сказать одно, что мы сняли для вас прям мега, вообще прям мега бомбический видос. Потому что вот по этим волнам прыгать, это было прям... Вот некоторые на самом деле уже думали, что они не доедут. Но не доехали. Это говорит о многом, что Скидукин Камчатка никого не бросает. Есть ведущий, за которым мы все ехали и никого не обгоняли. Да, бед! Я не могу! Музыку заказывал, вроде, каждый дом. Вы помните, да, эту историю, что как только от палатки отъехали, каждый сам за себя. Вот здесь вот это как раз тоже стоит. Вот здесь это канает прям на все 150%. Как ты только выехал, каждый сам за себя. Ну что, Вадь, мы вернулись. Вернулись. Хотел поговорить с тобой насчет костюма. Вот Вадя себе шил костюм отдельно вообще. Прям у него спецзаказ, специальный костюм. Помогает тебе? Да. Все обалденные. Можно было выпасть в океане и плавать там. И ничего бы не было. То есть он никак, он сухой, то есть все нормально. Да. Потому что ездил он вот так вот, чтобы было понятно, да? То есть он вообще на голову и ногу надевает его. Да. Если мы все в финтрейле, да, вот в таких вот ботиночках, все у нас такое, да, то он вот так вот гоняет. Я как мажор езжу. Давай, расскажи мне, как тебе вообще все путешествие? Вообще круто. Особенно сейчас возвращались, когда вот эти волны были, мгла. Это было супер. То есть я рекомендую всем здесь побывать и это все пройти и попробовать. Потому что это неописуемо просто. Вот в океане вот эти волны, а ты на гидроцикле. И еще они, знаешь, они нам сказали, что это маленькие были волны. Вот то, что где мы были, я не знаю, что там запишется у меня, не запишется. Но вот это то, что были, это были, оказывается, маленькие вообще волны. Ну мне хватило. То есть это просто метров пять высота. И ты просто вот в открытом океане один. Где-то там все. Ну где-то каждый по одному. Так каждый сам на себя. И ты понимаешь, что если ты упадешь, ты хер дойдешь уже тут вообще, однозначно вообще хер дойдешь. Да. А Сережа молодец. А Сережа Васильевич не бил, потому что он в конце в финтрейл. Так. И ему вообще было, он знал, что он дойдет. Даже если переведет, он все равно остается сухой. Сухой труп. Я вам хочу показать вот этого человека. Вот. 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 Вы представляете, что сейчас... Ладно мы там, да, мужики как бы, да, там, крепкие, да, здоровые. А это супер-женщина. Она сегодня сама. Тебе помочь с гидриком? Нет, я все сама. Тебе помочь с чем-нибудь? Нет, я все сама. Слушай, ты просто мега-супер-женщина, которая может делать вообще все вещи, которые могут делать мужики. Вопрос. Нахер тебе мужик? Нахер тебе мужик, когда ты можешь все сама? Я тоже не задумала. Поэтому у меня два котащика. А, все, вот так вот, да? Ну, тоже, кстати, как говоришь. Вопрос, в принципе, решен. Да, согласен. Ты просто, Катя, на самом деле, честно тебе могу сказать, ты просто молодец. Не страшно тебе там было? Мне было не просто страшно, у меня был кошмар, паника, когда от всех отстала. Мне было прям вообще фигово. Не, ну ты же знаешь, мы же тебя не бросили, мы специально тебя дождались потом. Да, потом уже я восстановилась как-то, когда Константин рядом, сначала рядом встал, просто, что здесь есть люди. Ну да, уже, да, уже спокойно, да. Значит, потом за ним попробовала, потом попробовала, как он. Были моменты даже в кайф. Ну, в смысле, что у меня получалось там, решать вопрос с волнами, как бы эту, вот мы так обогнем, эту так обогнем. Примерно как... Ну, не надо было обогнать, но я просто по прямой было ехать и все. Вот нет, вот нет. Нет, надо работать газом и рулем. И тогда не будет этих плюхов, вот этих вот обливаний, и ты бы начинаешь получать удовольствие от работы с волнами. Вот это вот как бы, это как могул был почти. Реально, вот как в Нагорных Выжах могул. Вот, единственное, что меня тоже надолго не хватило, я под конец устала, я опять встала вслед и за костей выхала. Вот, ну, если бы это было вчера в начале дня, это было бы последний день вчера. Ну, сейчас я так как-то уже просто понимаю, что у тебя разнообразие какое-то. Просто разные состояния вот стихии нашей. Причем я напиталась энергией, что могу сказать. Я вот сейчас такая ошалевшая немного и выброс, видимо, дренину сумасшедший. Слушай, ну а людям можешь сказать, что бы, а ты можешь сказать людям, что вот они приезжали, или ты думаешь, что не надо приезжать им? Ну, это же кто что любит. Потому что в сравнении с тем, что я испытала сегодня, все остальные морские прогулки, речные особенно прогулки, мне как бы теперь все вот все просто. Это ни о чем, ребята, да, как бы там ветер, волна, там шторм на реке, енисей, да, короче. Ну, а я еще хочу сказать, ребят, на самом деле, я сегодня прям пожалел, что я не надел памперс. Вот я прям сегодня пожалел, что я памперс не надел. Потому что там было как бы уже так очковато. И очень захотелось писать. И я понимаю, что, я же вспоминаю, что я же не надел ничего. Блин, и куда же теперь делать? Блин, памперс это офигенная вещь. Я, это, кстати, можно и воспользоваться и на квадроциклах. Очень удобно. На квадроциклах, говорят, ты можешь выйти и как бы сходить в туалет. А здесь куда-то остановиться невозможно. Просто невозможно. Потому что тебя же никто не подождет. Это же никому нахер не надо. Здесь каждый слабо за себя. Все, мы приехали на базовую. Прекрасно покушали. Вообще прям замечательно. Прям очень вкусно кормят. Ну, что вам рассказывать, вы наверняка здесь окажетесь. И чем же заняться здесь вечером? Вот она. Вот она ради чего стоит как раз здесь. Вот в этих вот горячих источниках. Здесь какая, Серега, температура? Здесь, ну, градусов так 35. Вадя, а у тебя? 57. Ого. Я тебя понял. Ну, потом ты мне сказал, что вот это волшебная вода. Да, правильно? И что там происходит в волшебной воде? Смотри, 57 градусов. Полностью восстанавливаешься. То есть руки, которые вот, ну, устали за день. Все восстанавливается. Все начинает работать. Лопатка. Ну, весь организм начинает работать заново. Весь. И мужской тоже. Ага. Вообще обалденно. То есть к тебе сюда не залезать. Я тебя понял. Слушайте, ну, я думал, что я могу нырнуть и в 37. Я вот не знаю, как там, в 58 там или сколько там? Сколько там, Вадь? 57. 57. В 37 ты еле нырнешь. Ой, еле нырнешь. Очень горячая вода. Блин. Это пипец. Ну, что, четвертый день пребывания уже, или третий день я уже запутался. Выглядит все примерно вот так. Вадь! Вадь, у тебя не получится отсидеться. Вадь, ты же морской волк. Вы готовы, дети? Капитан. Вот так вот мы начинаем наше утро. Ну что, день начинается, знаете, с чего? То, что уже посылают просто нахер. Это уже хорошо. Грузимся в машину. Ну, уже, знаете, уже как профессионалы. Там раз там вещички, прямо раз там. Ты понимаешь, что тебе надо. Флисик взял, немножко термушечки надел. Очечки, самое главное, не забыть. Шапочку. Лучше, конечно, взять неопреновую, потому что вот вчера. Неопрен вчера показал себя просто с великолепной стороны. А, перчатки. Тоже, кстати, перчатки очень крутые. Финтрейлские перчатки неопреновые. Не промокают. Ведут себя очень хорошо. Держаться за руль очень удобно. Ну, надо быть к любой погоде готовым, как обычно, да? Так что мы поехали сегодня. Куда мы едем? Я думаю, река Налычево, озеро Налычево. Наш основной маршрут туда. Так что... Там посмотрим, что там в океане. Да, так что пока с погодой как бы непонятно. Она меняется очень быстро. Надо рассчитывать, как всегда, на худшее. Но, конечно, всем хочется лучшего. О, видите, у него такой нездоровый вид. Там уже видно, что человек уже, так сказать, подустал. Обстановка обогаек. Просто подустал. Ну, чтобы понятно было, смотрите. Мы выезжаем отсюда, да, там практически в 8 утра. Они должны встать еще раньше, ребята. Мы все катаемся, одинаково все катаемся на гидриках. Все то же самое. Потом они заправляют еще бензин. Везут нас полтора часа домой. Представляете, в каком состоянии они находятся? Я, ребят, на самом деле, прям понимаю. Поэтому те люди, которые будут говорить то, что «Ой, у вас там дорого». А вы вообще поняли, сколько трудозатрат ребята делают для того, чтобы делать вот такие мегамомбические туры? Вот всегда просто вы, конкретно вот ты сейчас сидишь, там комментарии пишешь, у вас там дорого, туда-сюда. Подумай ты. Ты за сколько такие вещи будешь делать? И что ты вообще сделал для того, чтобы вообще просто к тебе люди приезжали? Ты построил вот такую базу? Ты нанял людей, которые было тебе готовить с утра? Ты сделал так, чтобы здесь было мега-офигенно, мега-комфортно? Ты сделал гидроциклы, снегоходы, квадрики тоже были. Да, Кость? Да. Вот он, вот он, идейный руководитель всей вот этой истории. Вот, представляете, вот в этом человеке, вот отсюда до костей, вот он все это дело двигает. Двигает так, что вот он вчера, знаете, вот вчера просто вот человек пошел, да, не кого-то попросил, а пошел сам, начал заводить эту газонокосилку, для того, чтобы просто здесь потом вечером приехать, откатавшись с нами на гидросах, приехать и здесь покосить, чтобы вам всем там был... Я просто люблю косить, Андрей. Да, просто он любит косить, да. Он сам вчера там бегает, заправляет бензин, хотя... Блин, короче, ребят, вот конкретно вы подумайте, просто сколько должен стоить такой тур, перед тем, как писать вот эти вот дурацкие комментарии, которые, я уверен, сейчас появятся, что у вас там необоснованно дорого. Посмотрите, в кого вместе находимся. Вон там Вилючинский вулкан, вон там мега офигенные виды, вон там растет земляника, которую, кстати, сейчас костяны собирают, так что выбор за вами. Я вам просто всем рекомендую. Скидукин, Камчатка, попробуйте и после этого скажете. А вы готовы, дети? Кость, ну давай, расскажи, пожалуйста, сегодня получилась непонятка по погоде, расскажи, что будем делать сегодня. Два дня капки, в день на баку. Погода сама по себе говорит, природа говорит, Камчатка кричит вам, остановитесь, что вы делаете. Глупые люди. Хорошо, куда поедем сегодня? Ну холодно, ну холодно, все уставшие. Нет, холодно, ладно, видимости ноль. Вариант, смотри, вариант. Очки сейчас вообще почистить. На Радоны можем поехать. Можно поехать на три брата со стороны сердца, сделать фотографию. Давай, да, поедем. Можно на пески куда-нибудь поехать. Поехать на, скажите, мы с Маячиной красиво, просто красиво. В Радоны можем на сплав пойти, на сплав, на река быстро, еще не поздно и после обеда. Куда-нибудь в ресторан зайти, что-нибудь вкусное съесть, какой-нибудь таймить там. У нас прекрасный ресторан, Нерка по стране. Что еще мы можем сделать? Радона говорил. На вулкан, туда, долина Гмини, долина Гейзи. Вообще прекрасный, вообще. Так что, ребят, смотрите, если вдруг что-то случается, то в этом ничего страшного нету. Вы приедете, прям тут же все, прям можно поменять. Костя в этом плане вообще прям мега молодец. Тут же объясняет, куда ем. У вас есть план, да? У нас был план. Блин, я буду скучать без тебя. Так что... Почему? Потому что одна ты смелая. Одна ты смелая. Все остальные решили оттуда. Вы представляете, какие места мы едем, чтобы просто посмотреть сверху на этих трех братьев, да? Да, визитная карточка Камчатки, природный памятник и брата. Ну, чтобы до них доехать, можно опять же или с моря, или вот на машинах. Что, конечно, не приветствуется на машинах. Считается здесь такой, как бы... Будем называть так. Не очень удобный транспорт, потому что, видите, как трясет, качает. А по морю можно добраться на три брата. Вот они там уже где-то вдалеке, они там стоят. Вот, я их вижу. Можно добраться на снегоходах, можно добраться по воде, как вот, в принципе, мы и планировали добраться. Но... Но при этом, при всем, вот, получилось, что придется ехать нам все-таки на машину. Ну, опять же, это специально сделано сегодня для вас, для того, чтобы вам всем, кто приедет сюда на Камчатку, Скидукин, Камчатка, чтобы было понятно, что не только гидроциклы, не только... А можно еще и вот поездить по всяким разным местам на машинах. Бухты были заселены. Кем? Ну, местными жителями. Вот эти все бухты заселили? Ну, это были заселены там. Стояли перерабатывающие заводы. Вау, выезжаем. Смотрите, какой черный песок вообще прям. Это как Испания, да, мне кажется? Только лучше. Только лучше, да. Вот он... А один мог стоять, брат. Ну, ладно, это не он, по-моему, да? Это не он. Это не он. Это племянник. Блин, вот такой был мост. Сейчас только что ребята проехали по нему. Не знаю для каких целей. А вот здесь вот совершенно спокойно можно было проехать. Мы с Вадей ходим такие. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Да тут воды-то, я думал, там какая-то вода, а тут воды-то и... Вот на таких джипах здесь как раз и путешествуем по Камчатке. Можно было по такому мосту, а можно было вот так вот. Совершенно спокойно проехать. Ну, смотрите, мы вот по такой дороге уже едем, наверное, часа полтора. Хотя экскурсия была заказана на чат. Вопрос вот у меня к Константину сейчас. Мы в принципе уже согласны. Все, причем согласны уже все. Здесь все согласны уже на гидроциклы, да? Вы согласны на гидроциклы? Да нет, даже не думаем, что пешком будет. Ну, посмотрите, вот как вот эта машина вообще могла сюда доехать. На этих маленьких колесиках. На джипах только проедешь. Кость, стой, Кость. Кость, мы согласны на любые гидрики. Все, Кость. Мы согласны на любые. Мы все поняли. Мы были неправы, Кость. Мы согласны на... Спасибо, Кость, за урок. Мы все поняли. Все, гидрики, значит гидрики. Все. Давай, рассказывай, что должны были мы здесь увидеть. Мы видим. А, мы видим. Что же мы видим? Видим скалы гибрадом. Где же они? Ухта шлюпочная. А! Вот здесь вот все мы должны были увидеть. Скалы гибрадом. Вы видели, как слева все чисто и абсолютная гладь? Да, да. А здесь сихи океан. Вот это было, да? Блин, ну что-то дернулось. И что у них сейчас тоже? Вот так же. Да, океан. Это вот выход из бухты. Слушайте, ну как я вам и говорил, да, то, что буквально там две минуты прошло. Вот просто мы поехали, развернулись, поехали. И вот они, представляете, вот. Вот они стоят. Два брата и племянник. Вот они. Ну вот все бы посмотрели. На братьев, на племянников. Народ тут начинает подъезжать. Они едут дальше. А вон наши на гидроциклах. Можно быть, это что-то они? Да. Другого здесь нет. Фоткайте меня кто-нибудь. Что ж я зря ехал такой красивый, что нарядный. Подожди, а вон наши на гидроциклах на туре. А нету-ка. Мы все равно проехали. Мы сегодня прям офигенно отдохнули. Мы поехали на гидроцикл. Заехали на рынок специально. Закупили безумное количество морепродукций. И Дешев нам сварил какой-то мега-баллический суп. Не знаю, как он называется. Я забыл. Как суп называется? Хе-муль-тан. Нифига у тебя память. Я записал. Вот, короче, его, да. Это какая-то безумная штука должна быть. Все сели вот здесь вот на улице и выглядит все вот так. Ну, что? Как вам Хе-муль-тан? Вот он, как он вам? Ну, вот он как раз, как обозвать, не повар, а тот самый человек, который раскрыл нам секрет корейской кухни. Корейская, да? Ну, как он называется правильно? Хе-муль-тан. Я, короче, не выговорю. Хе-муль-тан. Вот, короче, если вы еще не пробовали хе-муль... Короче, вот этот суп, представляете начинается дождь и вот буквально там кости легких путей не ищет просто берет и накрывает все сделает палатку здесь можно было присесть вон там можно было присесть вон там присесть вон там еще нет нет саму сделали вот такую штуку выбираешь технику для активного отдыха добро пожаловать в этого армор квадроциклы и мотоциклы cf moto на любой вкус гарантия два года без ограничения пробега кредит и рассрочка без переплаты выгодные условия при покупке в лизинг уже в продаже ультра современные си force 800 и чо и ps 1000 и ps и четырехместный мото вездеход z force 950 спорт и ps для путешествий с пассажирами хозяйственных задач и экстрима а тв армор клуб предлагает всем клиентам увлекательные туры по московской и прилегающим областям живи интересно вместе с а тв армор